Десятилетний юбилей отмечает Белорусский этнокультурный центр Кали-Ласка в селе Архангельское Казаужарского района. За годы работы объединение получило признание в области, а сегодня им вручили благодарственное письмо от чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Казахстане. Подробнее в нашем следующем материале. Идея создания центра появилась у Тамары Ткаченко в 2005 году после посещения регионального Дома Дружбы. Тогда там проходило мероприятие областного белорусского центра «Радзима». Вскоре в Казахстанском районе открыли этнокультурную общину. В 1961 году вместе со своими родителями приехали на целинные земли и, в общем-то, бережно храним все то, что у нас осталось от родного края. И мы создали вот такой семейный этнокультурный центр, который назвали Кали-Ласка. В год юбилея этнокультурный центр поздравляют коллеги и друзья. От имени Акима Казахстанского района в подарок центру вручают ноутбук. А с этой песни началась их художественная самодеятельность. С момента открытия центра там работают пять сестер. А сегодня вместе с ними белорусские традиции продолжает и молодежь. Валерия Гусейнова ходит в центр почти всей семьей. Говорит, здесь есть возможность больше узнать о обычаях и традициях своих предков. В этнокультурный центр Кали-Ласка я уже где-то нахожусь четыре года. Я пришла во втором классе, сейчас я в шестом классе учусь. И у меня практически вся семья находится в этом центре. И вот, допустим, моя бабушка, мой папа и сейчас мой брат выступает. Он тоже и поет, и танцует. Ни один праздник в селе Архангельском не проходит без выступлений Кали-Ласки. Вот и сейчас они готовятся к концертам, ко дню первого президента и дню независимости. Алена Подласова, Арман Джамангузов. Новости МТРК.